Итак, главная тема дня. Сегодня президент утвердил новый состав правительства. Главный критерий отбора кандидатов – ответственность и дисциплина, профессионализм и опыт работы, четкое следование принятому народом курсу развития страны. Отныне в правительственной команде новый премьер, его заместители и ряд ключевых министров. Столь кардинальное решение вызрело давно и стало закономерным после громкой Оршанской инспекции, которая послужила лишь последней каплей в судьбе уже прошлого состава Совета Министров. Основной и основой, не основной весомой причиной отставки послужило систематическое игнорирование решений главы государства, попытки скорректировать и девальвировать ключевые экономические и социальные программы и проекты. Критерии работы нового состава президент обозначил четко главное благосостояние людей. Александр Лукашенко ждет от нового состава слаженной командной работы. Потому что сплоченность дисциплины и порядок в системе принятия решений – это фактор независимости нашей страны. Андрей Кривошеев подробнее. Сегодня развязка громкой Оршанской инспекции президента, которая стала последней каплей решившей судьбу уже прошлого состава правительства. Сегодня у Беларуси появился новый премьер-министр Сергей Румас. Четыре вице-премьера и четыре ключевых министра – архитектуры, связи, промышленности и экономики. Решение, безусловно, не спонтанное и не на эмоциях. Такие назначения во взрослом и политически зрелом государстве и обществе, какими являются Беларусь и беларусы, вообще не принимаются сгоряча. Во-первых, потому что они по факту условия суверенитета и социального развития на годы вперед. А во-вторых, у нас перед глазами плачевный опыт соседей и партнеров. Любой внимательный эксперт, да и просто гражданин знает, как дорого миллионам людей порой обходятся не те люди во власти, дефицит дисциплины и порядка, и, что важнее, пренебрежение интересами людей. О проблемах и новом составе власти людей спросили в первую очередь. От работников оршанских заводов и жителей Витебщины, до экспертов и реального гражданского общества. Консультации с ведущими гражданскими инициативами накануне назначений и по поручению президента проводила лично глава администрации. Диалог получился откровенным и без купюр по каждому кандидату. И здесь трудно переоценить позицию, например, профсоюзов. Это абсолютное большинство трудовых коллективов, включая частные. Или позицию Беларуси, костяк управленцев на местах. Они-то ближе всего к людям. Именно на их позицию опирается Александр Лукашенко в кадровых решениях, как на реальный фундамент современного гражданского общества. В повестке дня эти вопросы стоят давно, по крайней мере, передо мной как президентом. Но в последнее время они приобрели особое звучание в связи с мероприятиями на востоке Беларуси. Тогда, как вы помните, мной были приняты решения о том, чтобы обновить наше правительство, особенно верхушку руководства нашего правительства. Было поручено главе администрации провести консультации с соответствующими должностными лицами, вернуться к резерву кадров президента, провести консультации с руководителями организаций гражданского общества нашей страны. Вы прекрасно знаете, что такое гражданское общество в Беларуси. Это не те, кто ходит по площадям и болтает. Это руководители нашей женской организации, молодежной организации, профсоюзов и ветеранской организации. Как мне было доложено, такие консультации были приведены. И те кандидатуры, которые обсуждались из кадрового реестра, по моей информации, были поддержаны и одобрены. Дальше – ключевые кадровые решения. Руководители знакомы и по своей уже предыдущей работе, и исходя из их гражданской и человеческой позиции. Более или менее публичные, но во всех случаях с хорошей репутацией. Премьер-министром Республики Беларусь назначается Сергей Николаевич Румас. Первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь назначен Александр Генрих Турчин. Заместителем премьер-министра Республики Беларусь Игорь Васильевич Ляшенко. Находится в командировке, он в курсе дела. Ляшенко будет курировать вопросы, которыми занимался Владимир Ильич Семашко. Заместителем премьер-министра назначается Владимир Евгеньевич Кухарев. Он у нас будет курировать вопросы строительства, жилищно-коммунального хозяйства. Но это основа. Транспорт. А дальше вам определяться в правительстве, как вы распределите эти обязанности. Также заместителем премьер-министра назначается Игорь Викторович Петришенко. В его сферу войдет вся социальная сфера нашей страны. Здравоохранение, образование, культура, спорт. Для Сергея Румаса это второй заход в правительство. С 2010-го два года был вице-премьером. Известен как блестящий финансист, курировал проекты модернизации в Банке развития от второй кольцевой и АПК до деревообработки. Коллеги отмечают принципиальность и требовательность нового главы правительства. Первый вице-премьер Александр Турчин больше известен как опытный кадровик и генератор проектов развития. До сегодняшнего решения он руководитель аппарата Совета министров. Новый вице-премьер по промышленности и модернизации Игорь Лишенко. Как и его коллега Владимир Кухарев, специалисты менее публичные. Но уже показали себя в концерне Белнефтехим и комитете госконтроля, соответственно. А вот заместителя главы правительства по социальному блоку Игоря Петришенко представлять нет необходимости. Опытный управленец и дипломат до последнего времени представлял и успешно отстаивал интересы Беларуси в Российской Федерации. Закалка посла весьма пригодится в новой должности. Также сегодня президентом назначен ряд ключевых министров, в том числе в особо проблемных сферах промышленности и строительстве. Министром архитектуры и строительства назначается Дмитрий Михайлович Микулёнок. Министром промышленности Павел Владимирович Утюпин. Знаете сферу, вы там, по-моему, лет пять проработали. И очень хорошо, как я вчера сказал, когда мы обсуждали кандидатуру, что вы поработали и в Министерстве экономики. Для вашей будущей работы, ну это просто прекрасно. Министром связи и информатизации назначен Константин Константин Шульга. Человек дисциплинированный, военный, очень хорошо знающий эту сферу и особенно перспективу развития, связанную с информационными технологиями. Министром экономики назначается Дмитрий Николаевич Крутой. Очень хотелось, чтобы Министерство экономики в эту организацию хорошо изучили, приобрело новое дыхание и было приспособлено к новым реалиям. Это очень важно. Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначается Роман Александрович Голубченко. Вы там работали, вы хорошо знаете эту сферу, очень хорошо, что вы поработали на должностях посла в различных странах. Все остальное для того, чтобы работать в ВПК, у вас есть. Вот те кадровые назначения на этом этапе, которые мною произведены, согласно Конституции. Я вчера уже говорил, что внимательно отслеживаю реакцию общества на последнее решение, мои собственные решения. Да и у меня уже давно выработалась привычка с первых дней ориентироваться на то, какого мнения люди о том курсе, который проводится в стране. Естественно, что мнения разные. Мы живем в демократической стране, при том, зажаты двумя демократическими блоками с запада и с востока. На юге вообще у нас демократия, дальше некуда. И осуществлять какую-то диктатуру в Беларуси, ну это просто нереально. И те, кто подобные вещи заявляют, это смехотворно. Но порядок в стране всегда был, и он будет. Я прямо скажу, что подбирая вас на должности, это был один из критериев. Насколько, допустим, Сергей Николаевич, вы дисциплинированы и любите дисциплину. Порядок. Я счел заявить сегодня необходимым, что вы люди дисциплинированные. У каждого из вас есть штрих военный. Многие из вас вообще служили офицерами. Поэтому это очень хорошо. Дисциплина и ответственность. Первое, что отмечают эксперты, абсолютное большинство назначенных сегодня управленцы командные. Умеют выстраивать работу системно, без чрезвычайщины и ручного управления. Слаженность и дисциплину отмечает и глава государства. И дело вовсе не в Орше. Хотя пример показательный, если не демонстративный. Дело в суверенитете Беларуси. А он опирается на экономику, интересы людей и четкость курса развития. Шараханей быть не должно, чревато. И не только локальным оршанским беспорядком, а масштабными шоками и потрясениями. Когда я принимал решение в Орше, многие или отдельные это восприняли как некое спонтанное решение. А несколько человек подумали, что может быть и не стоило за одно только мероприятие оршанского региона, восточного региона так жестко критиковать правительство. Вот я хочу сказать, дело не только в Орше. Это последняя капля, которая переполнила чашу терпения. Главное в глубине. И вы люди недалекие от правительства. А некоторые работали в этих должностях, пусть не на первых ролях, но фактически в правительстве. Вы понимаете, что не может быть никаких разногласий и разночтений в проведении курса развития нашей страны. Мы взяли определенный курс. Согласно Конституции страны президент в своей предвыборной программе оглашает этот курс. И люди, исходя из этого, голосуют. И никому не позволено обманывать людей. А у нас в правительстве не буду называть фамилии было так. Давайте мы вот курс этот заявим, а потом будем проводить иной курс. Ну, в других же странах так делается. Так у меня никогда не было и не будет. То, что мы людям обещали, а правительство было создано именно под этот курс, тот курс должен и проводиться. И главное в нашей политике народ. Это никакой не популизм. Я всегда об этом говорил и говорю. В противном случае нам в этой стране делать нечего. Люди это главное. Дисциплина, порядочность, сплоченность, система власти, жесткость ее нацеленная на дисциплину и профессионализм. Это фактор независимости нашей страны. Мы будем независимы, если у нас экономика будет развиваться так, как следует. Если мы обрушим экономику, никакие словоблудия не спасут нас от разрушения. У нас некоторые правительства начали понимать это по-другому. Давайте быстрее приватизируем государственную собственность, быстрее распродадим. И при том никто не против приватизации. Было четко мною определено по каждому предприятию, малому или большому, по трудовым коллективам люди живут и работают. Мы должны определяться, прежде чем продавать акции этого предприятия. надо не надо нам это предприятие. Важно оно для Беларуси или нет. Можем мы как госпредприятием управлять или нет. Новые инвесторы и хозяева принесут что-то большее для бюджета. Налогов больше будут платить. Заработную плату будут платить хорошую людям. Выкинут ли они половину на улице людей, как некоторые приходят ко мне инвесторы. Нам такая численность не нужна. мы этих увольняем, оставляем с крупной компанией кукиш, как в народе говорят. Слушайте, такая приватизация в Беларуси не пройдет. Такая приватизация нам не нужна. Решение о столь кардинальном обновлении правительства действительно глубокое. Громкая аршанская инспекция, вскрывшая волокиту и неисполнительность, стала лишь последней каплей в судьбе уже прошлого состава Совмина. Гораздо более весомые причины отставок и в систематическом игнорировании решений президента, и в попытках девальвировать ключевые внутренние экономические и социальные программы проекты и даже в отстаивании национальных интересов вовне. Когда Беларусь звучала нестройным хором либеральных рецептов. В ущерб людям, здравому смыслу и самому базису государства для народа. С первых своих шагов, будучи президентом, еще зеленым президентом в те годы, четко было сказано никакой шоковой терапии, никаких шоков быть не должно, потому что шок это резать по-живому людей. Я на это никогда не соглашался и никогда не пойду. Резать по-живому никому в Беларуси не дано. У нас, во-первых, люди другие привыкли к честности и справедливости, подавляющее большинство нашего общества. Они такую политику не воспримут. Нет, в правительстве не так, так, этак надо агулом протолкнуть этот шок. И мне пришлось постоянно одергивать правительство. Резать по-живому это в частности о зарплатах и тарифах. Помните, как президенту с боем приходилось отстаивать среднюю по стране тысячу и обоснованные жировки, которые не уничтожают семейные бюджеты и не вгоняют людей в долги. Можно долго прикрываться мнением МВФ, но достаточно посмотреть на коммунальный ад Украины, чтобы понять, не все рецепты надо прописывать буквально. Но сколько крови попортили для того, чтобы лично мне пришлось это сделать, чтобы убедить правительство, что люди хотя бы несчастных тысяч рублей в среднюю зарплату в стране должны иметь. Что надо подтянуть в этом году самые низкооплачиваемые слои. Нянечки в детских садах, медсестры, нянечки в больницах, которые носятся с детьми с нами, когда мы приболеем. Одни формулировки. Мы не можем, мы не должны, рухнет курс, рухнет страна, рухнет все. Ну хорошо, я предложил альтернативу, давайте тогда вместе с вами будем иметь ту зарплату, которую имеют эти несчастные нянечки. Да нет, в правительстве это невозможно. Надо менеджерам правительстве поднимать заработную плату и чем выше, тем лучше они будут работать. Так что это за справедливость? Дальше больше. Ведем переговоры с международными организациями. В частности с МВФ. Они нам диктуют, не они диктуют, а с подачи деятелей в правительстве в нашем коммунальные услуги мгновенно 100%, приватизируют всю государственную собственность, потому что государство не должно вмешиваться в экономику, ликвидация государственных предприятий. Что бы мы получили? Ну минимум недовольства народа и неплатежи. люди не смогли бы оплатить тот уровень коммунальных услуг, которые были предъявлены. Половина населения точно. Поэтому четко был дан мною ответ на этот вопрос предвыборной еще компании. По мере роста заработной платы мы будем потихоньку увеличивать плату за коммунальные услуги со стороны населения. И договорились 5 долларов ежегодно. Нет, этого мало и начинается волокита на весь мир. Так велись переговоры с МВФ. Президент ставит одну задачу. Здесь опять пытаются протолкнуть правительство и на Национальном банке немытьем так катанием эту позицию. Либеральную так называемую безмозглую позицию. Мне пришлось вмешиваться, приглашать представителей Международного фонда и заявлять от имени Беларуси каким путем мы будем двигаться и как будем вести переговоры с международными организациями. И посмотрите, многие международные организации и банки, Европейский банк реконструкции развития понимают нас, кредитуют. Почему? Потому что мы обязательные люди. Коль мы одолжили, мы возвращаем эти средства. Коль мы пообещали, мы железно делаем. И никакой волокиты. Но волокита и безответственность стали краеугольным камнем работы в правительстве. Этот курс неприемлем. но до каких-то пор это было терпимо. Но когда перестали исполнять поручения, которые даны президентом публично, когда в результате народ смотрит и думает, так президент же поручил. Почему же его правительство не исполняет? Вот это и была последняя капля, которая переполнила эту чашу. Притом, я вел себя абсолютно честно в отношении должностных этих лиц. Два года назад поставил задачу, я два года толдичил им и рассказал уже, что надо делать. Так выходит так, задачу президент поставил, потом рассказал, как выполнять эту задачу, видит, что не выполняется, пошел выполнять сам. В таком случае какой вопрос возникает? Зачем такое правительство? Оценки и решения президента ожидаемо вызвали резонанс в обществе. Намедний лидер получился брать и систематизировать в Окс-Попюле глаз народа. Даже если исходил этот глаз не из нашего общества и был явно провокативным. Реакция по полочкам с упором на негатив. Например, цитата, разнос прошлого правительства выгоден имиджу президента. Или еще, кадровые решения приняты под и для выборов. Писали люди явно далеки от нашей страны и наших реалий. Ведь выборы у нас не скоро, а любое правительство президентское. И каждый провал министра бьет по репутации власти в целом. Такова система, которую рано хоронить, как бы кому не хотелось. Никакого популизма. Они намекают некоторые на выборы. Слушайте, я когда это прочитал, сам подумал, а когда у нас выборы президентские? Оказывается, у нас в 20-м году только срок. Это еще полсрока. Какой популизм под выборы? Это кому-то хочется, чтобы выборы были завтра или послезавтра? Но я уже на этот вопрос отвечал. Выборы мы приведем президентские строго по конституции нашей страны. Некоторые глубже смотрят. Это приговор системе. То есть система власти, политика внутри страны не та. Система плохая. Ну, это кому-то хочется, чтобы был такой приговор системе. Или, как некоторые говорят, система пошатнулась. Так вот, эти решения как раз и приняты, чтобы система не пошатнулась. Другой системы в Беларуси нет. И никто не предложил другой системы и власти, и развития нашей страны, которая существует. Одна болтовня. И потом, я уже тоже обращал на это внимание, ведь если я принимаю какие-то решения, даю указания, это не экспромт, это выстраданное вместе с правительством, с вами, вы эксперты главные, выстраданное решение. Пусть бы мне хоть один человек сказал, что это решение неправильное. Допустим, восточный регион Орша, по развитию мы будем там еще заниматься в Орше льноводство. Что не так? Альтернативы никто не предложил. Нашлись и советчики, как назначать новых управленцев. Явно ничем крупнее фабрики интернет-троллей эти эксперты не управляли. Иначе чем объяснить популистское предложение кастинга? Это же не модели в бикини, а судьба государства или недалекая претензия, что назначают близких. Мы насмотрелись на эти конкурсы, в России их проводили, в Украине проводят. И что? Поэтому нужны опытные люди, умеющие что-то делать своими руками. Некоторые говорят, ну, Лукашенко сейчас назначит близких к себе. Слушайте, я до президентства Сергея Николаевича вообще не знал. Знал его отца, молодец, крепкий был человек. Турчина я в основном узнал, когда поручил IT-сферу развивать. И пусть Кухарев не думает, что он просто так переместился в комитет госконтроля, а потом вернулся обратно. Да нет, мы просто, это моя практика, проверять людей в разных ипостасах. И то, что он увидел через призму комитета госконтроля развития экономики нашей, все недостатки увидел, это благо, это опыт. То, что Петришенко вместе с Сергеем Николаевичем, кстати, занимались формированием Евразийского экономического союза, хорошо знают главного нашего экономического партнера и политического Россию, это тоже очень важно для меня. Им придется заниматься этими вопросами, но опять же, их не надо по Москве или же по России за руку водить. Петришенко тот уже, наверное, лучше некоторых россиян знает Россию. Для нас это благо, поэтому нет здесь случайных людей. Или Головченко, который еще, по-моему, при Азаматове пришел в ЭПК, знает эту сферу, увидел мир, с которым он должен будет работать и торговать этой продукцией. Это что, плохо? Какой тут еще конкурс может быть? Это выращенное новое поколение руководителей. И дай Бог, чтобы мы не ошиблись, и вы были преданными надежными людьми, чтобы не случилось, как у нас в системе здравоохранения. Коррупционер на коррупционере сидит, коррупционером погоняет. И притом благо свое обеспечивали за счет роста цен на лекарства и на технику, которую мы закупали в больнице. Это значит, залезли в карман людей. Это высшая степень коррупции. Ответил президент и на совсем абсурдное даже с житейской точки зрения претензии. Например, слишком радикальная реакция на Оршу. Хотя Орша, повторимся, лишь последняя капля. А до нее и десятки коррупционных дел, и трижды пересчитанные президентом тарифы ЖКХ, и саботаж по повышению средней зарплаты, и приписки, и пыль в глаза. Кстати, пыль, которую в той же Орше не удосужились убрать в метре от цехов, что наметили для президента. А то, что прибирают перед приездом, так это нормально. Главное, без показухи. А НАТО людей и возмущает. Некоторые переживают, что к моему приезду визиту в тот или иной регион Беларуси марафет наводят. Кто дороги меняет, кто там еще что-то и так далее. Но я скажу тоже по-народному. Ну а как вы думали, если к Качанову или к Сирене Клавичу Румусу приходит гость, он что, в доме не убирает? А тут же президент приехал, он может один раз в пятилетку или в два-три года к тебе приедет, и ты что, порядок не наведешь? Ну это вообще выпиющее было неуважение бы президента. Ну и потом, то, что будет сделано, оно же там останется. Я же с собой это не заберу. Неприемлемо только одно. Если наводят лоск с той стороны, откуда подъедет президент. Ну вы знаете мою практику. Никогда такого не было, чтобы я подошел со стороны этого лоска и не зашел с обратной стороны. Поэтому я все вижу. Но люди должны понимать, что благосостояние, чистота и порядок в городе, на селе, в деревне зависит не только от чиновника, но и от этих людей. Если кто-то к приезду президента сделает доброе дело, я буду только благодарен. Но это должно быть планово. Люди должны видеть пользу от этого. Это не должно быть показушным. Никаких потемкинских деревень в Беларуси нет и никогда не будет. Столь же абсурдно в обновлении правительства выискивать иностранный подтекст. Наши отношения с союзниками и партнерами выстраивались десятилетиями. Они не зависят от персонали, а Беларусь как независимое государство и в прошлом и впредь будет самостоятельно определять основы внутренней и внешней политики. Тем более кадровый. Ничьими вассалами мы не будем и бегать с докладами за границу не намерены, подчеркнул Александр Лукашенко. Есть договоры, выполняем и требуем исполнения в ответ. Некоторые особенно россияне там плявузгают, иначе не скажешь. Лукашенко хочет чего-то показать или показаться Путину. Слушайте, мы друг друга знаем наверное больше 20 лет. Петришенко наверное это лучше чем кто знает. Мне что показывать надо Путину? Он меня знает как народе говорят как облупленного и я его также тоже знаю. Что нам друг другу еще показывать? Я в Кремль отчитываться не езжу. Мы договорились о наших взаимоотношениях. У нас самое продвинутное отношение в союзе Беларуси России. Мы заключили массу больше сотни нормативно-правовых актов. У нас создана определенная база. Мы устно можем принимать решения и реализовывать их. У нас очень добрые близкие отношения. Но что мы хотим от России? Если Россия подписала с Беларусью договор соглашения мы требуем что это безукоризненно выполнялось. И я открыто говорю что мы никогда не станем вассалами ни одной страны. Не надо от нас требовать как некоторые начинают уже на злобу дня писать надо быстрее Лукашенко вступить в состав России и Беларусь туда скинуть. Это будут последние дни политиков Беларуси которые примут такое решение. И зачем это в современном мире мы можем существовать в союзе с Россией и решать наши общие задачи без всяких проблем. Это самая близкая нам страна. Мы один народ фактически мы от одного корня белорусы россияне и украинцы. Озвучивая сегодня кадровые решения президент не единожды подчеркнул каким трудом и болью они дались лично главе государства. И Андрей Кобяков и Владимир Семашко и Василий Жарко опытные руководители государственные люди прошедшие с президентом огонь и воду внутренней национальной модернизации и защиты белорусских интересов вовне. Еще отсюда такая требовательность к новому составу правительства. В родных для Сергея Румаса финансах это называется расти от высокой базы. То есть прибавлять там где неплохой результат уже достигнут. Очень напряженная задача особенно если мерилом выбран самый объективный из показателей благосостояния людей. Сегодня все программные документы на пятилетку которые необходимы для работы правительства и для устойчивого функционирования экономики приняты. измененный состав правительства будет по ним работать. Вместе с тем глава государства подчеркнул несколько важных на мой взгляд акцентов которые должны быть присущи обновленному составу правительства. Вопросы дисциплины, вопросы порядочности и вопросы благосостояния людей. Что касается последнего глава государства подробно остановился на этом и рост благосостояния людей будет являться основной оценкой работы обновленного состава правительства. Уже за кадром Сергей Николаевич попросил у прессы 100 дней на приведение управленческой системы в тонус. Срок небольшой с учетом того, что именно на осень выпадает финишный президентский контроль многих поручений. Включая кстати райский уголок Орша-Барань-Балбасова, который на неделе адской безответственностью переполнил чашу терпения. Андрей Кривошеев, Алексей Волков, агентство теленовостей. Еще один важный акцент. Перед новыми назначениями в правительстве президент поручил обсудить предложенные кандидатуры с общественностью. По факту ориентироваться на мнение людей это стало уже политикой.